Ольга, расскажите коротко, кто вы и чем вы можете быть полезны в сфере ритейла и в сфере производства продуктов? Прямым образом, меня зовут Ольга Зарашвили, я бренд-аналитик, креативный директор и совладелец собственного брендового агентства. Мы как раз одной из наших мощных специализаций это FMCG сфера, это продукты питания и много наших клиентов это как раз те, кто сегодня на выставке, это производители. Что вы для них делаете? Мы для них делаем хорошее слово все, но это прежде всего либо вывод продукта на рынок, либо корректировки, это может быть ребрендинг, кристаллинг, это может быть нахождение проблематики даже в бизнес системах на предприятии или разработка стратегических. Я сейчас не про бренд-стратегии только лишь, а вот развитие компании, стратегии конкурентного отрыва, даже мотивационные моменты с персоналом, очень много таких задач, которые помогают производителю достигать цели. А чем ваш подход отличается от подхода, скажем, конкурентов ваших уже на рынке? Олег, да. 15 лет назад я ушла из Сбербанка, замечательной компании, где работала в отделе маркетинга, именно с той целью, чтобы у меня было высокое такое представление, что брендинг и маркетинг может влиять на так много и вклады экономики. И поэтому вот этой культурой, ну вот 15 лет, на мой взгляд, с ней можно было работать, и я понимала, что это не должны быть поверхностные решения, не должна быть конвейерная история. Я понимаю, что речь о бизнесе, но тем не менее хочется для каждого проекта гораздо больше глубины, и мы пошли в эту сторону, в серьезнейшее изучение метального кода россиян, потому что это наш потребитель в нашей мультикультурной стране, это сложный сочиненный потребитель, чтобы понимать, в чем он остается неизменен, как он реагирует на кризисы, как на него, на эту ментально садятся тренды, глобальные или короткие, чтобы изучать его гораздо больше, сложнее и не давать поверхностных характеристик потребителя, находить истинный инсайт и истинные мотивы покупки или, например, глубже работать с продуктом, понимать, как меняется восприятие продукта, у какого сегмента как именно, какие новые ценности мы можем об этом продукте сегодня на этой плотной полке донести и рассказать, чего пока не делают остальные. То есть это вот многослойный анализ, мы сами проводим часто исследования, изучаем потребителя, я регулярно посещаю все продуктовые подобные выставки для того, чтобы посмотреть, куда идет каждый отрасль в целом, каждая категория в отдельности, как выглядят все, и плюс мы анализируем полку по всем категориям на постоянной основе, чтобы находить какие-то идеи или интереснейшие возможности, форм-фактор, вот все-все-все, чтобы с этим потом работать более качественно. А вот производители, они готовы по такой модели работать? Они этого хотят или это тоже какое-то отчасти времени нового времени? Надо понимать, что мы выросли из неконкурентной истории, мы как страна, да, и когда-то этикетка в многих сознаниях пока еще остается этикеткой, а не бренд-инструментом. И, конечно же, кто-то думает просто про картинку, цитата, да, и нет... То есть мы понимаем, что есть производители, которые уже смотрят дальше им этот подход, вот эта глубина использования новаторских методик, свежих взглядов, она им очень откликается, потому что приносит реальные результаты. А кто-то пока еще мыслит... Это неплохо, нехорошо. Это особенность, да. И поэтому мы избирательны при выборе даже подрядчиков, то есть клиентов. И когда происходит синергия, это удивительные всегда результаты. Вот... Есть какие-то примеры удачных кейсов из практики? Может быть, не называя заказчика, если вдруг нельзя называть? Например, для компании, которая 85 лет на рынке и крупнейший молочный завод, мы сделали совершенно резкую смену образа, то есть ребрединг, который преобразовал продукт очень сильно, и компания только выиграла... Сейчас не называют цифру, и я так понимаю, что это больше как идею надо сейчас рассказать. Вот... Либо для другого бренда мы сделали ребрединг, который позволил запустить на этой основе совершенно новые продукты для рынка, необходимость которой с полки выше 96%. Вот... Или с нуля для предприятия мы создаем стратегию, которая позволяет потом расширять матрицу бесконечно и растить сам еще и бренд производителя. То есть можно делать вообще параллельные стратегии одну на рост торговой марки, да, а другую на... И в этом я вижу сегодня будущее. Это очень активно работать с брендом-производителем, его выращивать, чтобы на этом фундаменте мощном потом создавать новые торговые марки, новые продукты, расширять или сужать продуктовую матрицу. То есть очень гибко реагировать на все. В принципе, вот за системным подходом к бизнесу производителя я вижу будущее. То есть, да, упаковка — это лишь один из инструментов, это лишь внешний фасад, который видит потребитель и который видим мы здесь. Но на самом деле предприятие — это емкая бизнес-система, в которой очень много факторов и здорово влияет на все, поэтому мы работаем вот с ней как структурой. И тогда те решения даже, которые в итоге выражаются в упаковке, они очень осмысленные, глубокие и дают результат. А как вы относитесь вот к такой ситуации, что сейчас бренды, ну то есть сейчас сети все чаще свои частные марки заводят? Ой, роли СТМ, ее рост — это такая тема очень актуальная, действительно. Я знаю цифры, с какой скоростью он растет, что он сегодня во всех ценовых сегментах. И на что бы я там... То есть производителям надо посмотреть вот с какой стороны. Что есть у ритейла? У него есть доступ к метаданным. Он может очень понимать, как ведет себя потребитель, как формируются или меняются его запросы, в каком ценовом сегменте сейчас не хватает продукта, на какой запрос не отвечено, да. И они сейчас используют эти возможности для того, чтобы создавать и размещать там свои продукты. Это правильно. Но что мешает производителям действовать так же, так же активно работать с данными, изучать потребителя, чтобы создавать продукты максимально нужные рынку, потребителю, ну и стране в целом потом. А какие бы советы вы могли бы дать тем, кто может быть, не знаю, маленький, не имеет бюджета на то, чтобы обратиться в брендинговое агентство? Ну, я думаю, у всех хватит бюджета обратиться в брендинговое агентство. Просто у нас нет такой привычки. Это вопрос в другом. Это вопрос в сформированной культуре, в сформированном подходе. Что-то компания может делать сама. Главное – действовать по правильной дорожной карте, сделать эти этапы своими или силами. Здесь, допустим, агентство, вот мы, например, вот здесь мы просто модерируем, но мы опытно модерируем и клиент какие-то вещи делает сами. Здесь мы помогаем вот так. Здесь он уже развивает уже линейку своими силами, но делаем мощный гайд, чтобы это любыми руками было потом развито максимально коррентно в рамках бренд-стратегии. Главное, в принципе, мыслить брендом с самого начала. Потому что вот сегодня я выступала со звукой вкуса, и там была такая мысль о том, что бренд – это не обязательно быть 15-30 лет на рынке. Можно дать это ощущение с первого дня, находясь на полке. То есть сделать все грамотно, и человек так будет считывать, он будет доверять продукту и бренду, он будет видеть за этим гораздо большее. Все же хотят и смыслов, и ценностей, не только просто продукта вот в голом виде. Они хотят всех этих надстроек, чтобы… Это, во-первых, интереснее, во-вторых, это уважительно к потребителю, а в-третьих, это бренд-подход, который выращивает культуру всех нас в целом. Ну, вот я вижу за этим большое будущее. И стартапов нет никаких проблем. Сейчас такая ситуация, что очень много брендов взамен ушедших появилось, появляется и продолжает появляться. Вот, по-вашему, это удачное время для того, чтобы выйти со своим? И как себя вести, когда вот не только ты готовил новинку, например, ты долго-долго спешил, а вокруг тебя просто очень много сейчас выходят новые упаковки, там, новых продуктов, которые просто взамен ушедшим пытаются занять свое место. Вот как сейчас вести себя в этой ситуации? Инициативно и грамотно, если в двух словах. А вообще, бренды ушли, планку задали. Помнить про то, что насмотренности стандарты высокие и меньше предложить сегодня, наверное, не должны. Во-вторых, это возможности для локальных, аутентичных, интересных брендов сегодня проявлять себя. Запрос есть встречный у россиян. Они хотят даже развивать и уважать свой край гораздо больше, видя в нем интересные вот такие локальные бренды, которые ведут себя, как правильно подобрать слова. На Петербургском международном экономическом форуме как раз я участвовала в дискуссии на тему импортозамещения, экономики России и так далее. И как раз мы обсуждали с коллегами ситуацию о том, что если вы локальный бренд с потенциалом, во-первых, ведите себя как бренд с первого шага, простраиваете его, понимаете, что люди готовы к новинкам. Сегодня они дают, особенно молодежь, они дают шанс очень многим в таких даже категориях, как крафтовое пиво, интересные дизайны, креативы, упаковка как арт-объект. Они дают возможность вчерашним ноунеймам заговорить, то есть они голосуют и поддерживают интересные идеи, грамотный подход, наш потребитель. И поэтому просто идите туда, не делайте слишком неуважительных решений, потому что гигиена дизайна сегодня все-таки высока. И так здорово, что плотная полка напоминает нам о том, что даже если ты делаешь лаконичную историю, она осмысленная, она не просто так. Это не потому, что ты экономил ресурсы, а потому что за этим стоит какая-то идея. Вообще запрос на идею как таковой сегодня, мне кажется, нужно держать в основе всех бренд-решений производителей. Потому что делать грамотно, делать осмысленно и делать что-то со звездочкой, мне кажется, пришло этому время и что она теперь не мешает себя проявлять. Звучит очень хорошо. Надеюсь, что производители все больше и больше будут задумываться о том, чтобы работать именно над этой стороной своего бизнеса. Ну и нейромаркетинг нам в помощь. Спасибо большое, что вот мы заглянули. Спасибо. Спасибо.